Здравствуй, моя злая Барат. Нравится. Рут-форн-рейн. Warcraft 3 Сегодня произойдет рассказ об игре-легенде, бессмертной, как ВАЗ-2105, охуенной, как Микс, Меган Фокс, Анджелина Жоли и Брэда Пита. Она вышла в июле прекрасного 2002 года и стала моей первой стратегией, о чем я не жалею, и рад этому факту, ибо долгие годы после этого не было ни одной стратежки, которая годилась бы ей в подметке. Более того, для меня до сих пор это игра номер один, и я люблю поигрывать в нее, уплетая пельмени, под чудесные восклики здешних юнитов, которые говорят такое, что я просто охуел, когда услышал в русском транслите и потратил час, прощелкивая всех юнитов в игре, чтобы узнать ход их мыслей и мировоззрения об окружающей суровой действительности. Внешний вид с первого момента зажег восхищение в моем сердце и глазах. С этого сказочного, с невъебенным дизайном меню, с мега-убер-пупер роликов круче властелина колец, да и сам игровой процесс был ярким и вселял только позитивные эмоции в мой мозг. Я начал играть в компанию, и первым моим героем был Трал, который скакал на волку, в одиночку давая пизды вражеским юнитам, хуяря нежить своей молнией. В этой игре я узнал, что такое мана, что такое магия и вообще игра от третьего лица. Но, пожалуй, надо пробежаться по некоторым фактам. Игра на тот момент стала самораспродаваемой и заслужила в некоторых местах титулы игры и стратегии года. Мир игры вымышлен, и здесь ждется на орках. Почему на орках? Не знаю, но на уровне каких-то ассоциаций, интуиций. Чувствую, что это так. Так, второй по значимости расы является нежить. Борьба, собственно, с которой и происходит. Ее пиздят все, кому не лень, но ей похуй, ей не больно. Затем можно выделить эльфов, основными воинами которых являются красотки с голосами девушек, секс по телефону. Но они не дадут, потому что они эльфы. Ну а дальше банальные люди. Что тут сказать? Рыцари, пехотинцы, крестьяне. Ничего интересного. Ну просто войска, раса это хуйня. Самая главная фишка игры это герои. Когда у меня не было компа, и я читал журналы, думал, кто такие герои? Че это за люди? Оказалось, что это юниты с самой пиздатой генетикой, которые в процессе игры раскачиваются так, что Ронни Калиман и Вассерман нервно курят в сторонке. Раскачка идет по уровням. Максимальный – десятый. С каждым уровнем у Мега Гумана растет джизня, мана и прочие менее важные харки, такие как, к примеру, ловкость, скорость и еще че-то. Вначале, не имея опыта игры, в подобные игры я не придавал им большого значения, думая, что эти звери сделаны больше для антуражу и разнообразия, ведь герой первого уровня слабее высокоуровневого прокачатого юника. Но с опытом и дойдя до героя в шестом уровне, я понял, что герой – это сила, это тот, кого искал Серега вроде из фильма «Брат». Жаль, что он не играл в эту игру, иначе он не задавал бы таких пизданутых вопросов каждому прохожему. Каждый герой может кастовать какие-то колдунства, некоторые из них очень злые и больные. Самые злые достигаются на шестом уровне, при этом Некоторые герои могут в одиночку под прикрытием выносить половину вражеской армии, сея смерть, панику и низкий уровень рождаемости. Кто-то может лечить своих юнитов, кто-то вызывает адские стихийные бедствия, косящие вну смерть слабых вражин и дело инвалидами сильных характером. При этом Хиллса у этих спортсменов сама восполняется с непреодолимой силой инфляции в Российской Федерации. Каждый герой индивидуален, как Майк Тайсон, Павел Воля и Леонид Якубович. Кто-то из них может ёбнуть молотом по тупой башке супостата с силой бабы-копры, кто-то выдерживает попадание копья в глаз и яйцом ставит блок навстречу пудовому молоту, ну а кто-то сзади из-под тишка читает мантры, производя геноцид вражеского войска, подрывая самые основы боевого духа. За долгие годы я изучил каждую черточку характера каждого героя. Они стали мне как братья и сестры. С такими, как они, я пошёл бы даже в тёмный переулок Южного Бутова, не боясь встретиться с Валуевым, Кличко, Дациком и Емельяненко вместе взятыми. При этом стоит отметить, что за каждую расу есть по три героя. Таким образом, их всего 12. А играя в мультиплеер, можно иметь всех трёх сразу. Рост уровня идёт по обратно экспоненциальной зависимости. При этом, герой, скажем, второго уровня заметно сильнее такого же героя, но первого уровня. В то же время, нельзя ставить один на один различных героев, так как у каждого своя специализация, и воин ясен хуй отпиздит мага, не задумываясь. Основная суть игры как раз в мультике. Компания это для знакомства, хотя я прошёл её два раза и получил нескончаемое удовольствие. Правда, это было во времена, когда мой мозг ещё не был засран сотними игр, и я всему внимался в личном интересе. В мультик я играл только с ботами, и изучил их привычки и тактику наизусть. Наиболее сильно бесил баг, когда компьютер не мог захватить второй рудник, промахиваясь. При этом рабочие тупо стояли и чесали репу, даже не пытаясь начать носить золото с соседнего рудника в двух шагах в ходу. Идея стандартна для стратегий. Начинаешь с нуля строить свою страну, как Ленин после царя. Есть два вида ресурсов, золото и дерево. Почему при этом у людей много каменных строений, британские учёные до сих пор не выяснили, но думается здесь замешана магия. Численность народа искусственно ограничена, с его ростом приходится платить больше налогов. Таким образом среднюю армию глупо иметь без двух рудников, а большую вообще глупо. Рабочих астон так же особо не наделаешь, биться некому будет. Юнитов нужно прокачивать. Вначале я тоже не придавал этому значения, но потом заметил, что почему-то мои воины ломают свои мечи о шкуру компьютера, а их раны феноменально глубоки. Примерно после 107 секунд раздумий я пришел к выводу, что все дело именно в прокачке юнитов. Таким образом с этим делом не нужно затягивать, а то можно и сфилиться по-быстрому. Длительность раунда от 10 минут до 2 часов в среднем 30-60. При этом есть определенная последовательность действий, которые нужно делать, чтобы победить хотя бы компьютера. Глупо пытаться развиться сразу, чтобы начать делать крутых юнитов, потому что внезапно набежит враг и растопчет нахуй все идеи такого горе-обломого полководца. Вначале все же придется тратить невосполнимые ресурсы на всяких слабачков. При этом это приходится делать в каждом раунде по-новой, так как загруженное сохранение через некоторое время вылетает в винду. Также на ранних этапах неплохо мочить нейтралов, забирая у них артефакты, дающие различные бонусы нужного говна, типа плаща невидимки или ловушки. При этом каждая раса крайне индивидуальна и их юниты одинаковые по смыслу, очень сильно неодинаковые по факту. В одном случае начальный юнит может стоить 235 золота и 3 места, в другом 160 золота и 2 места, а есть еще несколько случаев. Также сильно отличаются возможности этих самых юнитов. Таким образом, пока не изучишь всех, пройдет естественно нужно выучить пару худкеев. Я лично изучил только выделение групп. При этом в битве может быть очень тонкий контролинг, хотя это всего лишь мои предположения, потому что лично я обычно бросаю группу на одного вражеского человека. Не парюсь, что половина моих может сделать кучу лишних телодвижений, пока наконец не въебашит первый раз по нему. Впрочем, оставим задротство корейцам. У самсунгов это лучше получается. Что-то я уже заебался рассказывать об игре, тем более, что 50-70% вас, дорогие слушатели, с ней знакомы, и вы зрите это видео только ради пары лулзов или ради моего мнения о ней. Хотелось бы увидеть продолжение данной игры с кинематографичной графикой, но пока что его нет, потому что сотни сил брошены на разработку World of Warcraft, который пока что является самым рульным сетевым проектом. Эдакий Windows в мире в общем за сим прощаюсь, потому что рассказал... Понимаю, что рассказал не все и не во всех подробностях, но везде надо знать меру, и думаю этот обзор является лучшим в рунете по данной игре. Уууууууууууууу Оууууууу Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»